Как правильно сочетать витамины? Какие витамины усваиваются вместе намного лучше, а какие витамины препятствуют усвоению друг друга и нейтрализуют действия друг друга? Как правильно принимать витамины? Когда? С едой? После? Перед? Об этом, обо всем сегодня. Приветствую вас! Я Екатерина Демир, практикующий нутрициолог, и сегодня мы поговорим о сочетаемости витаминов и как правильно их принимать. И прежде чем приступить к разбору сочетаемости витаминов и минералов, хочу обратить внимание ваше на три очень важных момента. Первый момент. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, предпочтение всегда нужно отдавать разнообразному рациону питания, нежели приему витаминов и БАДов. Именно при разнообразном питании, когда в нашем рационе присутствуют мясо, рыба, крупы различные, бобовые, зелень, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, молочные продукты. Чем разнообразнее ваш рацион, тем меньше у вас дефицитов и тем легче восполняются дефициты с помощью витаминов и БАДов. Да, можно поспорить со Всемирной Организацией Здравоохранения, всем ли нужно мясо или молоко и так далее, но это видео не об этом. Если хотите отдельное видео о молочных продуктах и как они влияют на наше здоровье, пишите в комментариях, я обязательно вам расскажу. Всемирная Организация Здравоохранения говорит, что чем разнообразнее вы питаетесь, тем меньше у вас дефицитов и это действительно так. Почему предпочтение нужно отдавать натуральной живой пище, а это овощи, фрукты, зелень, крупы, бобовые, орехи и так далее. Потому что кроме витаминов и минералов, они еще содержат ферменты, энзимы, клетчатку, жиры, биофлавоноиды и так далее. То есть очень много полезных веществ, которые и помогают усваиваться всем этим витаминам и минералам. Поэтому чем разнообразнее вы будете питаться, тем меньше вероятности у вас получить какие-то дефициты по микроэлементам или витаминам. Второй момент. Если ваш кишечник воспален, у вас есть дисбактериоз, если ваш кишечник забит застарелыми каловыми массами, слизью, шлаками, токсинами, патогенной микрофлорой, то никакие витамины и БАДы у вас не будут усваиваться ни из пищи, ни из БАДов. И нужно вначале восстановить работу ЖКТ, снять воспалительный процесс, убрать все вот эти каловые застарелые массы, шлаки, токсины, патогенную микрофлору, наладить работу кишечника, тогда витамины и минералы будут хорошо усваиваться из БАДов и из разнообразных продуктов питания. Поэтому я вас приглашаю на мою детокс программу. Это моя авторская программа, которой я очень горжусь. Я ее создала год назад, и она показала потрясающие результаты у женщин. В основном женщины проходят детокс программы, уходили псориазы, высыпания, акне. Конечно же, они все теряли от 2 до 5 кг в среднем. Но, конечно, у меня есть рекорды 7, 10, 11 кг. Это за 2 недели результат, чтобы вы понимали. И настраивается работа, настраивается работа ЖКТ после детокс программы. И в результате этого очень хорошо усваиваются витамины, минералы, и очень быстро дефициты по многим микроэлементам закрываются. Регистрация детокс программы в описании под видео. Переходите, изучайте, смотрите детокс программу. И могу сказать, что многие приходят ко мне повторно, потому что у них были потрясающие результаты после детокс программы. Далее, третий очень важный момент. Перед приемом БАДов и витаминов обязательно сдайте анализы. И посмотрите, где действительно у вас дефициты. Не слушайте своих знакомых и друзей, которые пьют какие-то витамины и чувствуют себя лучше. И даже не слушайте врачей, которые не отправили вас сдавать анализы, а просто выписали вам какие-то витамины. Может, вам нужны не эти витамины, а абсолютно другие. Поэтому сдавайте анализ. И обращайте внимание, если значение в анализах, особенно микроэлементы и витамины, если значение ниже середины референса, это говорит о том, что у вас дефицит. Это вы не в норме, это дефицит. Чем ближе к нижней границе референса, тем сильнее дефицит. Если у вас за гранью референса, это значит у вас уже сильнейший дефицит. Ну и чем ближе к верхней границе референса, это свидетельствует об отсутствии дефицита. Обращайте внимание на показания, потому что многие смотрят, их цифра попадает в референс, иначе с ними все в порядке. А это может быть абсолютно не так. Например, мы возьмем ферритин, железо. У ферритина референса 10 до 150. И вы когда зайдите в анализ, вы действительно это увидите. И многие мне говорят, Кать, у меня ферритина 11 в норме, все отлично со мной, или там 20, но 10, 20, 30, даже 40, это железодефицитная анимия. А минимальное значение ферритина должно равняться вашему весу. Ну, грубо говоря, если вы весите 60 килограмм, то минимум ваш ферритин должен быть 60, минимум. Поэтому все, что ниже, рассматривается как дефицит. Дальше, если вы испытываете регулярно стресс, или у вас длительный стресс, или вы беременны, то вы нуждаетесь в повышенных датировках различных витаминов и минералов. И здесь очень частая ошибка, которую я слышу от беременных женщин. Ребенок все, что нужно, он возьмет. Где он это возьмет, если у вас дефицит? Скажите мне, пожалуйста, дорогие женщины, если у мамы железодефицитная анимия, то 100% рождаются дети с железодефицитной анимией. Имейте это в виду. Ну и теперь перейдем к сочетаемости витаминов. Начнем с витамина С. Многие обращают внимание на витамин С только когда болеют простудными заболеваниями. И очень даже зря. Витамин С поддерживает наш иммунитет со всех сторон. Это первый момент. Второй момент. Витамин С замедляет процессы старения и улучшает состояние кожи и зубов. Витамин С содержится в зелени, в сырых овощах, в квашеной капусте, в петрушке, в белокочанной капусте, в болгарских перцах, в помидорах и так далее. И витамин С нужно принимать именно с белковой пищей. Почему именно так? Не зря на Кавказе всегда едят шашлык и очень много зелени и сырых овощей. Потому что они содержат витамин С. Витамин С поднимает кислотность нашего желудка, улучшает переваривание мяса, помогает мясу расщепиться на аминокислоты, микроэлементы. Мы можем получать железо очень легко и коллаген. Витамин С помогает усваиваться этому железу и коллагену. Поэтому витамин С нужно пить с белковой пищей. Ну и вы должны знать, что железо и коллаген значительно лучше усваиваются именно с витамином С. Далее поговорим про цинк. Цинк сейчас очень популярен в эпоху ковида, потому что он хорошо поддерживает иммунную систему. Это действительно так. Как это работает? Цинк блокирует распространение вирусов в нашем теле. И поэтому сейчас он так популярен. Но кроме этого, цинк очень хорошо регулирует наше пищеварение. Цинк очень хорошо восстанавливает наши мышцы. Регулирует гормональный фон. И если у вас дефицит цинка и железа, то у нас начинают выпадать волосы и начинаются различные проблемы с волосами и с кожей. Цинк лучше всего усваивается в хеладной форме. Это пиколинат. И очень хорошо усваивается вместе с витамином С. Но цинк очень плохо усваивается вместе с железом. А железо с цинком. Поэтому если вы принимаете и цинк, и железо, то их нужно разнести в течение дня. Например, во время обеда вы выпиваете цинк в обеденное время, и в вечернее время вы выпиваете железо. Кроме железа, на усвоение цинка также влияет кальций, В9, фолиевая кислота и витамин Е. Поэтому в один прием их нельзя. Теперь поговорим про не менее популярный витамин, витамин Д. Витамин Д, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, нужно принимать всем на постоянной основе, людям, живущим в городах. Потому что мы работаем в офисах, у нас офис-дом-работа-дом-дом-работа. И мы очень мало бываем на солнце. Поэтому если вы ведете офисную жизнь, вам нужно обратить внимание на витамин Д, скорее всего у вас есть дефицит. Вот лично я сейчас живу в Турции. В Турции 300 дней в году солнечные. Но у очень многих турков есть дефицит витамина Д. Почему? Потому что у них также дом-работа, работа-дом и так далее. Они очень мало бывают на солнце. Вечернее время солнца уже не такое активное. И они недополучают витамина Д с помощью солнца. Поэтому даже если вы живете в странах или в такой части России, где всегда солнце, в любом случае сдайте анализ и проверьте свой уровень витамина Д. Вообще для профилактики стоит принимать витамин Д в дозировке 2000 единиц. А если у вас есть дефицит, и для восполнения дефицита вам нужно принимать в дозировке 5000. Но если вы принимаете такую высокую дозировку витамина Д, ваши сосуды могут кальцинироваться, сосуды становятся хрупкими. Поэтому желательно вместе с Д принимайте витамин К. Они вместе очень хорошо усваиваются. Витамин К поддерживает ваши сосуды, помогает лучше усвоиться витамину Д, не принося при этом вред вашему телу. Далее, когда принимать витамин Д? Кто-то говорит, лучше принимать утром, кто-то вечером, потому что у нас включается парад гормонов и так далее. А витамин Д хорошо регулирует наш гормональный фон. На самом деле, уже научно доказано, что вы можете принимать витамин Д в любое время, когда вам удобно, но обязательно. Витамин Д и все жирорастворимые витамины, это витамин А, витамин Е, Ф, лицетин, омега, ну и, конечно же, Д, их нужно принимать с жирной пищей, чтобы это были натуральные, хорошие жиры. Именно жиры помогают растворяться жирорастворимым витаминам и усваиваться. Если вы принимаете жирорастворимые витамины натощак, еще раз повторю, жирорастворимые витамины это Д, А, Е, К, Ф, лицетин и омега-3. Если вы их принимаете натощак, то они у вас просто не усваиваются. Ну и второй момент. Раз эти витамины жирорастворимые, то все люди, которые сидят на обезжиренной диете, не едят жиры, в их рацион входят только салаты и куриная грудка, которые не содержат жиров, эти люди всегда имеют дефициты жирорастворимых витаминов, особенно витамина Д. Далее поговорим про кальций. Все больше и больше исследований, что всем повально кальций принимать не нужно. Раньше кальций советовали принимать всем на регулярной основе, но сейчас уже научно доказано, что мы достаточное количество кальция получаем из продуктов питания и далеко не из молочных продуктов. Это огромное заблуждение 20 века, что мы кальций получаем из молочных продуктов. Если вы хотите на эту тему видео, обязательно пишите в комментариях, я отдельно сниму эту тему для вас. Кальций рекомендуют пить женщинам после 40-45 лет для профилактики остеопороза и истончения костей, особенно если у вас присутствует резорция. Резорция – это стирание наших зубов. И по поводу зубов. Если у вас есть дефициты кальция и витамина Д, то импланты очень плохо приживаются или не приживаются вообще. Поэтому, если вы ставите импланты, обязательно проверьте дефициты кальция и витамина Д. И если их у вас недостаточно, обязательно пропейте, чтобы ваши импланты прижились. Дальше витамины группы В. Витамины группы В дают нам энергию, поэтому мы их пьем утром. Но здесь очень важный момент. Мы их пьем не с едой, а через час после еды. В-3, никотиновая кислота – это наш метаболизм. Когда ее не хватает, наш метаболизм замедляет. В-6 – это наше зрение, кожа, печень, иммунитет и нервная система. И без витамина В-6 не усваивается магний. И, кстати, могу сказать, что по магнию у многих людей есть дефицит, поэтому обязательно держите свой магний на контроле. Он у вас должен быть ближе к единице. В-9 или фолиевая кислота по-другому – это наша нервная система. И это наш гормональный фон. Поэтому фолиевую кислоту нужно держать на контроле всем, регулярно проверять и регулярно пропивать, если она у вас в дефиците. Обязательно фолиевую кислоту пьют у нас беременные женщины, чтобы хорошо формировался плод. Но я могу сказать, что на стадии подготовки к беременности очень хорошо пропить фолиевую кислоту и мужчине, и женщине. От этого повышается и фертильность, от этого улучшается активность сперматозоидов. И вообще-то более быстрая и легкая зачатие. В-12 – это и наша память, это острый ум, это формирование кровяных телец в крови, это наш иммунитет и, конечно же, это наша нервная система. Итак, витамины группы В мы пьем с утра и обращаем внимание. Витамин В-12 очень хорошо усваивается вместе с кальцием, фосфором, магнием и фолиевой кислотой. И В-12 очень плохо усваивается с железом и с витамином С. Дальше поговорим про йод. Йод – это наша либидо, это наши волосы, ногти, это наша гормональная система. И если у вас есть проблемы с щитовидной железой, если есть кисты, если есть узлы, скорее всего, есть дефицит йода, и йод очень хорошо усваивается с селеном. И вместе йод и селен, они усиливают друг друга. Ну и важный момент, если у вас нехватка витамина А, железа, магния и селена, йод будет очень плохо усваиваться или не будет усваиваться. Ну и напоследок, сочетание витаминов и минералов с лекарственными препаратами. Аспирин снижает усвоение витамина А, витамина в группу В, витамина С и кальция. Антибиотики снижают магний, железо и витамины группы В в нашем организме. Мочегонные снижают количество магния, цинка и витамины группы В. Слабительные не дают усваиваться жирорастворимым витаминам. Это витамины А, Д, Е, Ф, К, омега и лицетин. И антикоагулянты нельзя с витамином Е и с витамином К. Мы с вами разобрали основные витамины и минералы, но мир витаминов и минералов огромен. Если какие-то витамины и минералы вас еще интересуют, или вы хотите, чтобы я сняла продолжение этого видео, ставьте пальчики вверх, меня это очень мотивирует и поддерживает. Пишите в комментариях разбор, чего вы хотите, мы это отдельно разберем. Например, как работать с железодефицитной анемией, как восполнить магний. Это отдельные большие темы, и мы обязательно с вами разберем. Ну и с вами была я, Екатерина Демир, практикующий нутрициолог и создатель детокс-программы. Ссылку на детокс-программу я обязательно оставлю в описании под видео. Будьте здоровы!